Я назову сейчас пока Микаэла, Наврус, Давид и Ева. Я думаю, что сейчас опять у нас семья с очень интересным сочетанием имен. Вы знаете, что в прошлый раз мы с вами могли тоже видеть удивительную Божью картину. И сегодня, в Рождество, или когда мы празднуем Рождество, я хочу сейчас назвать значение этих имен. Я думаю, что Микаэла сама скажет. Кто как Бог, подобное Богу. Микаэла, подобное Богу. Да, давайте бы приветствуем. Такая значимая значимость в этом имени. А Наврус, ты знаешь свое значение имен? А я знаю. Хочу тебе что-то сказать. Новый день. Вы представляете, Бог приготовил для этой семьи новый день. Новая возможность. И вот когда есть подобное Богу с новым днем, и когда есть дети, Давид. А Давид, ты знаешь, как значит твое имя что? Нет. Нет. А ты знаешь, что тебя любят родители? Да. Вот ты возлюбленный. Это твое значение. Возлюбленный. Давид возлюбленный, еще певец Сиона. А Ева, ну понятно, жизнь. Жизнь. Да. И тебе надо эту жизнь будет нести. Да, дорогая. И посмотрите, возлюбленный несет жизнь. Тогда, когда есть новый день, и когда есть подобие Богу. И пусть эта семья запечатает себе эти смыслы. Потому что на самом деле так удивительно осознавать, что Господь все творит новое. Но когда мы живем в старом дне, мы не можем пересогнуть какие-то границы, которые нас могут закрывать в определенную тюрьму, или ограничениями становится наша жизнь под какими-то, знаете, стенами, построенными, может быть, когда-то. И когда эти стены строятся, а кто-то скажет, да что это за стены? Я же не вижу вокруг себя стену, да? Я не вижу ни одну стену, ни вторую. А на самом деле стены — это традиции. Стены — это опыт, который мы раньше имели. Стены — это страхи, которые люди допускают в свою жизнь. А что будет, если? И вот эти события, которые не пускают идти в новое, они строят стену и оставляют в старом. В чем опасность оставаться в старом? В том, что люди живут тогда пресной жизнью, а от пресности начинают искать себе какие-то развлечения совершенно не там и попадают в проблему. Чтобы в вашей жизни этого не было, то есть новый день. А в новом дне новые возможности. И этот день Бог сотворил. И сотворил для своей славы в вашей судьбе и в вашем семействе. Я знаю, что у вас обновленная семья, обновленные отношения, и это результат рождения Евы. Жизни. Пришедшей из жизни. Итак, друзья, я хочу сейчас прочитать одно место. Оно очень ответственное место. Но является сейчас, наверное, не только для этой семьи, а в принципе каждый из нас пусть услышит то, что когда-то произошло в семье Захарии с Елизаветой. И Захарий, отец его, когда уже родился Иоанн, исполнился Святого Духа и пророчествовал. Я не знаю, насколько вы уже знаете, что такое пророчество. Вот Микаэла знает. Она подскажет, что это такое. Но, по крайней мере, там Захария пророчествовал, то есть отец семейства. А что он говорил? «Благословен Господь Бог Израиля, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Вы знаете, когда рождаются дети, мы вот в этих малышах можем не видеть такие глобальные вещи. Мы можем смотреть на них и думать, что они еще маленькие. Они вообще неизвестны, когда вырастут, и что там у них откроется. Но когда пророческий дух сходит на отца, понятно, он и на маму может сойти и сходит, но сейчас мы говорим на отца, когда сходит пророческий дух, надо высвободить программу жизненного этого ребенка. И потому воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как и возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших. Часть пропускаю. И дальше. «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Я хочу благословить вашу семью, просвещать тьму, которая есть вокруг. Тьма, опять же, я говорю, традиций, тьма каких-то взглядов человеческих, которые удерживали в заточении. Но у вас теперь есть такие благословенные сотрудники. Это ваши дети. Да, они еще подрастают, но они уже сотрудники. Они уже могут быть благословением. Вы знаете, я буквально недавно прослушала одну историю одной женщины, которая была дочкой, ну, дочкой, названной дочерью, Смита Вилксворта. И вот там как раз, когда ей было два с половиной года, она говорила пророческие речи. Отец, который не понимал, что она говорит, он ее просто избивал и говорил, ты лжешь. Она замолкала, потом через какое-то время опять приходит к ней пророческое слово, она начинает говорить. И так до пяти лет, пока Господь не вмешался в эту ситуацию и через Смита в другом совершенно городе сказал ему о том, перестань бить моего пророка. Она мой пророк. И ты ее избиваешь за то, что она говорит правду. Поэтому, друзья, дети два с половиной года, в пять лет уже могут быть пророками. Поэтому надо относиться к их словам не просто как к ребенку. И пусть вот в этом семействе будет действительно то, что пророческий дух помазания почиет на них, потому что просветить сидящих во тьме может только свет великий от Бога. И в тени смертной и направить ноги наши на путь мира. Я благословляю вашу семью быть в этом числе и быть в числе тех людей, которые уже имеют партнерство с детьми, знают, что это послание, пророческое слово, которое надо озвучивать. И если вы не знаете, как пророчествовать, прочитайте как минимум эту главу сегодня вечером на ваших детей. Это первая глава Луки из 67 стиха по 80. Просто прочтите это послание на детей и скажите, вот мы принимаем, что наши дети, они в этом числе будут принимать самое активное участие. Но для того, чтобы это произошло, последний стих. Младенец возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израиля. Поэтому тогда, когда надо возрастать, их может никто не понимать, не видеть, но им надо вырасти. Для этого родители и даются. Да, Давид? Да. Вот да. Родители и даются, чтобы помочь вырасти. Вырасти. Ты знаешь, что мы за Тебя много молились, пока Ты там рос вдалеке? Да, мы молились и благословляли Тебя, чтобы Ты был мальчиком по сердцу Бога. И поэтому мы сейчас Тебя тоже благословим. Давай Твои ручки. Господь, мы благословляем. Давайте поднимемся, руки наши прострем. Вторую ручку. Мы благословляем, чтобы эти руки всегда трудились во славу Твою, чтобы была способность тьму прогонять, а свет призывать. Пусть Господь Его ушки слышит Твой голос всегда. Пусть они будут открыты для Твоего послания, а в Его сознании пусть всегда живет светлая мысль, чтобы ничего нечистого сюда не входило. Пусть Его глаза видят ясно и уста говорят только правду. И пусть в этой истине будет победа и результат. Пусть Его ноги ходят по пути правды, Господь. Мы благословляем Его во имя Иисуса, чтобы Он ступал там, где Ты хочешь, чтобы Он ступал. Я благодарю Тебя, что мы можем благословлять сейчас эту девочку Еву. Благодарю Тебя, что на ней есть печать жизни. Печать жизни, она как результат нового дня, нового дня в этой семье, нового сезона. И я благодарю Тебя, что могу благословить ее на лучших учителей и прекрасные, благословенные ноги благовестника. Пусть будут у нее всегда. Пусть, Господь, она будет сохранена от всякого зла в этом мире, где так много зла. Но Ты, Господь, желаешь, чтобы эти дети провозглашали только Твою истину и Твое Царство и распространяли его на всяком месте, где они ступают, где будут жить. Господи, мы сейчас благословляем родителей, чтобы у них был Твой шалом, Твой мир и способность взращивать детей. И я благодарю Тебя, Отец. Я благословляю на то, чтобы эти руки всегда поддерживали детей и направляли. Были благословением для жены, благословением для тех, кто будет прикасаться к этому дому. И поэтому во имя Иисуса Христа мы сейчас эту семью отделяем для Тебя, чтобы подобие неба приходило в каждом дне этой семьи. И я благодарю Тебя, что мы можем их благословлять благословением небесных свыше, от росы Твоей, Господь, с небес и от стука земли да будет наполняться их жизнь. Я благодарю Тебя, что мы высвобождаем эту силу, а Ты знаешь, как превратить это в свой плод. во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, да. Давид, ты знаешь, кто здесь нарисован? Кто? Не знаешь. Вот тот, кто держит на руках, это Иисус. А вот то, что на руках лежит, это ты и это Ева. Иисус тебя берет на руки. И когда ты будешь смотреть на эту картиночку дома, скажи, Иисус, возьми меня на руки. Возьми меня на руки. И так же Еву потом научишь. Когда она подрастет, ты тоже скажешь, давай мы вместе на руки к Иисусу пойдем. Сейчас я папе отдаю эту картиночку. Повесите там, где вы будете иметь спальню для детей. Спасибо. Благословение вам. Поздравляем вас. Спасибо. Благословение вам. Благословение вам. Субтитры создавал DimaTorzok